Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре показ немецкого фарфора. Поступила долгожданная посылка из Германии. Я очень переживала, что ничего не дойдет. В всей Германии была информация, что посылки перед Новым годом не будут выпускаться в Россию. Эта новость, конечно, меня опечалила, но посылка успешно дошла и все хорошо. Сегодня, как никогда, предметы самые очаровательные. Наверное, это будет одно из моих самых любимых видео на канале. Большое разнообразие не только фарфора, но и шелкографии. Поступила целая серия тарелок, уже ваших любимых. У меня было много заказов, и вот они в наличии. Знаменитая немецкая мануфактура Ширдинг. Четыре разные тарелки с разным декором. И на каждой есть подпись автора и также название. Такая нам встречалась с яблоками, с кленовыми листьями, и она поехала к моей прекрасной подписчице. Такие тарелочки для любителей природы, музыкантов и фруктов. Итюд с айвой, корзинка айвы, слив, ежевики. Шикарная. Каждая тарелка с подвесом. Интермец с грушами. Красота. Здесь очень насыщенные цвета. И тарелки, они как настоящие. Вот эта тарелка заключительная под названием «Финал». Здесь персики, клубника, ягоды. Шикарные. Вот эти все рельефы с кобальтом и с прочистками. Волнистый край. Продажа тарелок рассматривается как по предметам, а также и целой серией. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Они редкие. Чайная пара с угловатой ручкой. Это арт-деко. Ранняя форма. Здесь прекрасное сохранение золота. И идет такой нежный декор цветочный. Розочки с двух сторон. По клейму это «Хучинройтер». Клеймо, которое ставилось с 25 по 39 год. Такая двоечка. Старинная. Уже считается антикварной. Стояние идеальное. Она витринного хранения. Смотрите на эту форму. Какие ручки и пылоснежный фарфор. Пара безумно тонкая и легкая. Редко встретишь такие изделия с такой датировкой. В идеале. Две шелкографии. На угольной раме. Это итальянская шелкография. Стояние у него великолепное. С подвесом. С красивыми прорезями в раме. Такая дама. Валтия с рюшками. Прекрасное состояние. Нравится вот этот растительный рельеф на бронзе. И, конечно, сам шелк внутри. И такой милый мальчик с кучеряшками. Красота. Рамы здесь абсолютно одинаковые. Шелкография тоже редко встречается. Тем более в таком состоянии. Яркая красочная ваза. Усыпанная золотом. Прекрасным цветком. Золочение здесь 24 карата. Такой посуды называется золотой рельеф. Вот это конкретно на терракотовом крытье. Это авторское изделие. И по клейму Шаобах Кунст. Клеймо, которое ставилось с 1953 по 1962 год. Состояние здесь в идеале. Это все объемное, рельефное. И посмотрите, сколько здесь золота. Полностью ручная работа. Здесь используется золотая паста. Форма здесь замечательная. Очень утонченная. Такая минажница. Или также можно использовать как декоративную тарелочку. Сделать здесь определенный подвес. В виде листков винограда. Полностью ручная роспись. И самое удивительное. Здесь не только рисунок фруктов в росписи. Но и сам фон. Сверху листочек поменьше. А потом большой. Со всеми рельефами и золотом. Декор здесь насыщенный. Даже прорезная веточка. Красота. Здесь также есть подвес. И это старинные изделия от мануфактуры Ниппан. До 1920 года. Просто шикарные. Виноград, яблоки, груша и веточки. Для всех любителей этой серии. У нас впервые появилась в ассортименте такая шкатулочка. И посмотрите только на ее размер. Прямоугольная. С красивыми рельефами. Цвета айвори. И знаменитый декор роз. Конечно это розентель. Крышка со всеми ракалиями. Листочками акантуса. И разбросанными бутонами. Состояние без сколов и трещин. Такие вот ножки и лапки. И каждая стенка оформлена в букетик. Серия посуды называется Пампадур. И такое клеймо ставилось в 40-е годы. У меня многие прекрасные подписчицы YouTube канала взяли и розетки, и сухарницы. С таким декором. И конечно это изделие прекрасно сочетается с этими предметами. Она шикарная. А какой размер? Поэтому если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Это большая шелкография, которая даже не вмещается в кадр. Такие вот здесь прорези. Бронзовая рама. Итальянская шелкография. Юноша и три дамы. Одежда. Платье. Пышные. Со всеми складками. Бантиками. И девушка в шляпе. Красота. А возле ее ног цветы и корзинки. Замечательная цветочная рама. Шикарное состояние. Достаточно тяжеленькое. Просто посмотрите, какая она большая. Также есть подвес. Прекрасная. А такого у нас никогда не было в ассортименте. Две замечательные настольные и кроватные лампы с девушками в скульптуре. Это Германия. Светильники. Изделия довоенные. Такая дама с корзинкой. Роз. И в руке тоже бутон. Пышное платье. Со всеми рюшечками. А вторая такая девочка. Платье у нее усыпано розами. Все это объемное. Полностью ручная роспись. Ручная работа. В идеальном состоянии абажур. Он родной. И вот лица миловидные. Красота. Вторая такая прекрасная. Рукава. В идеальном состоянии пальчики. Без повреждений. Здесь клеймо в тесте. Бажур вот так снимается. Он с рельефами. Здесь в идеальном состоянии проводка. Все рабочее. Даже старинный провод. Но мы специально купили для современных розеток. Переходник. Продажа рассматривается и по предметам, так же и комплектам. Но я думаю, такие прекрасные дамы смотрятся парно. Если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Это изделие тоже у нас впервые. Дуршлаг для фруктов. И так же можно использовать как сухарницу. Но здесь есть специальные прорези, чтобы промывать фрукты. Здесь такие ножки, оформленные листочком аккантуса. Это полностью ручная работа. Ручная роспись. В клейме это читается. И это мануфактура Ниппан. 30-40-е годы. Сбросанные розочки. Рельефный край в цировке. И на цировке также прослеживается мелкий жемчуг, который чувствуется пальчиком. Изделие имеет волнистый край и форму цветка. И цветочные фистоны. Очень редкое изделие для знающих и понимающих людей, которые коллекционируют и вправду редкие предметы. Прелестные ножки и много золота. Еще одна невероятная чайная двойка. Тоже довоенная периода арт-деко. Характерный орнамент для этого времени. С такими вот фистонами. И с красивым узором. Цветочные медальоны. Очень легкая чашка. Она невесомая. И это старое клеймо Лимош. Французский фарфор. Золото и на ручке, и по ободкам. В идеале. Кварный предмет. Такое клеймо ставилось до 20-х годов. Обратите внимание на сохранность золота. С учетом того, сколько лет этому изделию. И такое же характерное блюдце. Мелкие медальоны. Красота. Антикварная двоечка. Еще одна шелкография. Бронза. Очень тяжелая. Здесь идет пейзаж. Дом. Такие, кстати, нам встречались в миниатюре. Но она совсем большая. Также есть подвес. И вот такая вот рама. Такая к нам еще никогда не встречалась. Она значительно сильно отличается от других. Жемчужина край по раме. И такие, как рельефные ножки с ракалиями. Стояние изделия в идеале. Шелкография здесь удивительная. Люблю я эту картину. Красота. А это удивительная пара, от которой я просто в восторге. А главное, что меня покорило, это, конечно, изготовитель. Любимый Шуман. Клеймо, которое ставила в 40-е годы. Полностью ручная роспись. Такой фон. Тоже в цвете. Золотая ручка. 24 карата. Состояние золота в идеале. Молочник на юбочке. Объемные рельефы и ракалии. Рисунок с двух сторон. Также по стенкам. Прекрасное сочетание. Здесь такой цветок мака. Рос. Просто красота. А главное, это все ручная роспись. Которая не отвести глаз. Красота. С одной стороны фон более яркий. А с другой такой пастельный. Роскошь. Ну, как сегодня стола красивого у нас, наверное, не было никогда. И также к нему идет сахарница. Здесь такие ручки с хвостиками. Большое количество золчения. И посмотрите на эту ручку от крышки. Полностью покрытая золотом. И роспись по всему изделию. Крышка расписана вручную. Декор здесь удивительный. С пимпочкой. Рельефы выполнены в цветок. Снова декор с двух сторон. Смотрите на эти цветы. Как они расписаны. Изделие, которое хочется только рассматривать. И наслаждаться. Шикарный комплект. Молочник и сахарница. Думаю, такие изделия нельзя разлучать. И это редкость. Один раз встретишь. И больше никогда не найдешь. Это большая удача. Даже просто ими наслаждаться. И на них смотреть. А теперь большое внимание обратите на этот кувшин. Это арт-деко. Это мануфактура Ниппен. Климо, которое ставилось до 20-х годов. Здесь шикарная ручка. Ранняя. С такой угловатостью. Золочение. И крышка с прорезями. Красота. Носик. С определенным декором рельефности. И большое количество вот этих мелких жемчужинок. Которые чувствуются пальчиком. Паркировки. И добавление такой фисташковой ленты. Состояние в изиале. С учетом того, сколько лет этому изделию. Цветочный декор. Который выделен. Такие небольшие медальоны. Это тоже полностью ручная работа. Роспись золота. Характерная для периода арт-деко. В такой интересный орнамент. Который идет по всему изделию. Снежный кувшинчик. И такая вот юбочка. Тоже в золоте. Состояние крышки без сколов и трещин. Полностью роспись. Это изделие антикварное. Для всех ценителей. Смотрите на эту красоту. Мне нравится, как оформлено золотом. Мелкая жемчужинка. Она добавляет изделию еще больше роскошности и объемности. Я таких предметов не встречала. И мануфактура Ниппен мне уже полюбилась. Вот само клеймо. Это тоже ручная роспись. На клейме это читается. Каждая вещь мануфактуры Ниппен это произведение искусства. И что я заметила. Именно они делают ручную роспись на каждом своем предмете. И будто все в одном экземпляре. Красота. Поэтому если вас заинтересовало. То пишите меня на WhatsApp. А вот эта шелкография меня покорила. Цветы. Как они красиво выполнены. Снова итальянская. Катная сена. Юноша и дама. И такая вот птичка. Дама плетет цветочный венок. Красота. Здесь рама такая интересная. Она с красивыми листочками аккантуса. И прорезная. Цветовые сочетания. Она сочетается с первой шелкографией. Большой. Прекрасно. Если брать парно. Размеры удивляют и поражают. Такое блюдо. Сухарница. Полностью в золоте. Ракотовое крытье. А в центре такой цветочный медальон. Я вижу именно вот этот белый цветок. Никогда он на других изделиях фарфоровых слеживается. И нравится большое количество золочения. И здесь полностью цветочный декор. Это золотая паста. Это 22 карата золота. Красота. Золото здесь горит. Нравится вот этот медальон в прочистках. Именно цветочный. Очарование. По клейму это Америка. 20-е годы. Предмет тоже старинный. Антикварный. Впервые встречается. Теперь любители цвета Тиффани. Просто взгляните на это изделие. Фарфоровая шкатулка. Это до 20-х годов. Старинное клеймо Германии. Просто шикарное изделие цвета Тиффани. Травление золотом. Медальон с девушкой. Ручная. Роспись золотом. Цветочная. И форма крышки с такими вот лепестками. Состояние идеальное. Такие же мчужинки снова мелкие. Сегодня изделия и предметы очень похожи друг на друга. Они все сочетаются. Девушка в таком красивом пышном платье. Цветы. Букет цветов. И на волосах. И в руках. Красота. Золото. Произведение искусства. Форма здесь удивительная. Крышка такая объемная. И любимый цвет Тиффани с рельефами. Красота. Очень антикварный предмет. И редкий. Думаю, вы и так все знаете. И понимаете. Ну и гвоздь нашего обзора. Это такая вот ваза на ножки. Такого мы с вами не встречали. Здесь плоская чаша. И кобальт с золотом. С красивыми решеточками. Цветы. Роза. Пышная. И золочение. Обратите внимание, как наложено золото. Шикарная ножка. Покрытая кобальтом и золотом. Состояние идеальное. Немецкое. 50-60-е годы. Такое мы с вами не встречали. Подходит к любой кобальтовой посуде. К любой тройке. Удивительная. Чаша здесь уникальная. Целое произведение искусства. Определенная есть шарообразность на ножке. Смотрите, какая красота. У меня нет слов. Весь обзор я смотрела на эту вазочку. Она меня покорила. Просто красота. Встречали ли вы такое? Она шикарная. У нее чаша очень тонкая. Как такая десертная тарелочка. Я бы даже сказала. То есть изделие и вправду невесомое. Смотрите, как она изысканно выглядит. Какой сегодня очаровательный и очень необычный обзор был немецкой посылки. У меня нет слов от этих изделий. Каждая вещь уникальная. Каждая по-своему красива. А главное, все клейма очень старые. Любая вещь, она как целое произведение искусства. Самые лучшие мировые марафактуры были представлены вашему вниманию. Изысканная шелкография. Надеюсь, видео вам понравилось. Если вас что-либо заинтересовало с этого ролика, то пишите мне на WhatsApp. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы. И, конечно, цените то, что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи.